Нефть находится под давлением. Трейдеры сырьевых товаров столкнулись с рядом негативных факторов, способствующих снижению котировок, среди которых резкий рост запасов США. Тем не менее, бычий настрой на рынке преобладает. Рубль дорожает, несмотря на беспокойство за экономический рост в стране. Нефть подешевела на 50 центов в ответ на официальные данные Министерства энергетики США. Рост запасов сырья в стране значительно превысил прогнозы и показатели от Американского института нефти, опубликованные днем ранее. За неделю запасы увеличились на 7,9 млн баррелей. Эксперты ожидали повышения их в среднем на 2,7 млн баррелей. Настроение покупателям нефти также испортило сообщение от Bloomberg. Похоже, декабрьское заседание ОПЕК+, пройдет без изменений параметров сокращения объемов нефтепроизводства. По мнению участников предстоящей встречи, картель призовет членов Альянса исполнять обязательства в рамках действующих договоренностей. В сегодняшний день нефть начала с отрицательной динамики, но сильных колебаний не наблюдается. Brent оценивалась утром в 61,78 доллара за баррель. Несмотря на снижение, в ценах явно прослеживается сильный бычий настрой. Не исключено, что он вызван надеждами на скорое промежуточное соглашение между Пекином и Вашингтоном. Кроме того, Саудовская Аравия будет давить на коллег по ОПЕК+, и настаивать на сокращении объемов добычи. Королевству, как известно, нужно подороже продать бриллиант из своей короны Арамко. Что касается даты подписания первого этапа торговой сделки, то она может быть перенесена на декабрь. По словам Дональда Трампа, причина в том, что стороны не могут договориться о месте встречи. Тем не менее, им удалось договориться о поэтапном снижении тарифов. Об этом сегодня заявили китайские представители. К случае подтверждения данной информации со стороны Белого дома, это может послужить дорожной картой к соглашению о прекращении торговой войны, которая бросает тень на мировую экономику. Рынки с оптимизмом встретили эту новость. Аппетит к риску усиливается. Рубль также укрепляется. В паре с долларом российская валюта подорожала до отметки 63,71. Между тем, давление на рубль оказывают внутренние факторы. Глава Банка России Эльвира Набиулина сделала довольно настораживающее заявление о перспективах экономики страны. Темпы роста, по ее словам, оказались медленнее ожидаемых за счет совокупности негативных внутренних и внешних факторов. Ожидается, что в течение сегодняшнего дня пара доллар-рубль будет двигаться в районе отметки 63. При усилении негативных факторов на рубль она может зайти на территорию 64-й фигуры.